Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Moda HD. Мой канал о моде и красоте, а также об умном шоппинге. В этом видео я расскажу вам, как я вижу итальянскую нацию. Бедные ли итальянцы, либо богатые. И почему они не могут позволить себе обувь, Adidas, Nike и так далее. На мой взгляд, именно для детей, как я говорила, возраста с 10 и дальше. Когда ребенок начинает сам себя обеспечивать, когда он уже перестает быть ребенком. Дверь открыта, пришел Егор. Сейчас мы его подловим, я его подловлю. И мы спросим его, сколько же детей в их классе носят фирму, носят фирменную обувь. Adidas, Nike, ну какую-то узнаваемую обувь. Сейчас он выйдет на свою пробежку, мы обязательно его остановим. Я могу пройти. Да, Егорка, можешь подойти ко мне и сесть ко мне рядышком? Я кое-что у тебя спрошу. С этой стороны садись. Я возьму у тебя интервью. Егорка, сколько тебе лет? 13 лет. 13 лет. У тебя майка Рибок? Да. Как считаешь, сколько стоит? Думаю, 18 евро. Это правда, да. Мы купили ее со скидкой. Штаны у тебя какие? Сколько стоили? Nike, я думаю, подороже. 20. Нет, то что... 25. Nike стоили 20 евро. Егорка, я тебе сейчас задам вопрос такой интересный. У вас сколько мальчиков, девочек в классе? Сколько у вас детей в классе? 25. 25. Если ты вспомнишь свой класс. Сейчас там нам соседи будут мешать, у нас дверь открыта. Если ты вспомнишь свой класс... В английской школе. Нет, не в английской школе, в школе, в которой ты сейчас ходишь. Сколько из твоих одноклассников носят обувь Adidas либо Nike? Посчитай их. Либо у тебя одноклассники, которые носят простую обувь, без фирмы. Как у тебя сейчас? Ты ходишь, у тебя... Я тебе объясню, потому что, возможно, ты не понял вопрос. У тебя сейчас кеды, на которых ничего не написано. И вот, соответственно, как ты считаешь, в твоем классе сколько мальчиков и девочек, всеми не интересуют, носят вот такую обувь, по которой не скажешь, какая она? И сколько мальчиков и девочек носят вот такую фирменную обувь, там, как у меня, кроссовки Adidas, либо Nike, что там, еще Puma, может быть, я просто не знаю. А спортивные или даже, например, другие, как Lacoste или... Lacoste, ну, давай сначала все, вот прям такие узнаваемые марки, у кого? Тогда у большей половины класса спортивные ботинки, но у кого-то есть не спортивные, но фирменные. Их, тех, у кого фирменные, их больше или меньше? Их больше. Их больше. Ладно, хорошо, спасибо. Жаль, что... Хорошие пробежки. Спасибо. Ну что ж, Егор ушел на пробежку, он ушел в форме, как вы видите, спортивной, купленной за достаточно адекватные деньги, прежде всего, я покупала все это супер какими-то скидками и промо-акциями. Эту одежду он получил на Новый год, это совершенно точно я помню в подарок, но не на этот Новый год, а, кстати, на этот Новый год, кто смотрел, что мы подарили нашим детям, Егор тоже получил обновленную форму, обновленный комплект, который прежде всего ему по возрасту. Он убежал в кроссовках Адидас, и эти Адидас я купила. Также рассказывала об этом магазине, летом на море, я купила там свои Найки по суперцене, если не ошибаюсь, они им пошли с ним за 26 евро. Ну и Егору я тоже купила обувь примерно по этой же стоимости, так же, как купила Данечки. Кстати, сейчас покажу вам обувь Данечки. Так же, как и купила обувь для Данечки, вот скоро у него подрастет ножка, это обувь для того, чтобы он пошел в сад. Обувь дышащая, обувь очень мягкая, и как вы видите, это Найк. Обошлась она мне, ну, наверное, в 16 евро. И я в который раз хочу сказать, что дети получают вот такую спортивную обувь, они уже начинают разбираться в марках совершенно точно на дни рождения, на какие-то события, в силу того, что они закончили хорошо год, в силу того, что вот какой-то праздник случился. Возможно, маленьких детей, вот и 24 размер, вот прямо-таки до 3 лет одевают в такие марки осознанно, потому что принято в Италии одевать красиво и модно, и даже дорого. Детей несколько дороже, чем даже иногда сами родители одеты. Ну, это вот такая традиция в Италии, я о ней тоже рассказывала. Но, тем не менее, вот такую обувь более взрослые дети получают совершенно точно как подарок. И несмотря на то, что у Егора, для моего удивления, я не знала на самом деле, что он ответит, оказалось большое количество, большее количество детей, которые носят фирменную обувь, могу сказать, что эта фирменная обувь стоила, ну, наверное, не дороже 30 евро. Мы знаем, что и в Nike есть обувь, которая стоит 130 евро, которая 30 евро, и в Puma есть такая обувь, и опять же, есть промо-акции, их очень-очень много, часто они случаются. И что я могу сказать, и что я хочу вам сказать, дорогие зрители, что именно тот факт, что определенную одежду, дорогую одежду, будем называть этот спортивный сегмент, все-таки дорогой одеждой, дети получают именно на праздники в качестве подарка, является очень хорошей характеристикой вообще нации итальянской. Я не знаю уж, как Европы, кто-то живет в Испании, написал мне, что там такое же отношение к одежде, но здесь в Италии я могу сказать совершенно точно, что здесь все точки, что называется, расставлены над «и» уже очень-очень давно. Здесь в Италии выглядеть дорого, одеваться дорого, это, скажем так, не принято. Это не принято, я могу судить по мамочкам, которых я видела в английской школе. Сначала я на самом деле не понимала, почему люди, которые могут позволить отдавать такие огромные деньги, по итальянским меркам, это огромные деньги за образование своих детей, почему они так выглядят плохо, и самое главное, почему они ездят на таких простых машинах, очень многие даже не ездят на машинах, а на общественном транспорте, общественный транспорт используют. И могу сказать, что здесь в Италии действительно не принято очень демонстрировать свой достаток по двум причинам. Прежде всего, в силу определенных интеллектуальных, скажем так, особенностей этой нации, считается, что если тебе повезло, именно повезло заработать больших денег, то кому-то рядом с тобой не повезло. Плюс, опять же, итальянская нация совершенно четко можно проследить такое неразделение между бедными и богатыми. То есть дети очень обеспеченных родителей ходят в тот же сад, куда ходят дети, ну, прямо такие люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Это не считается зазорным, это не считается чем-то странным, это считается нормой, о которой даже никто не задумывается. Поэтому демонстрировать всем нарочито свое богатство, свой успех и свой достаток в Италии не принято совершенно точно. Более того, в Италии очень строгие налоговые контроли, очень строгое налоговое законодательство. Очень легко отследить то количество денег, которое тратит тот или иной человек на себя, на своих детей, на их образование с той зарплатой, которую он декларирует. Поэтому зачастую действительно очень обеспеченные люди, которые зарабатывают очень хорошие деньги, просто из-за того, что они не хотят сталкиваться с контролями, а контроль, как правило, это презумпция твоей финансовой виновности. И для любого предприятия, для любого крупного производства, либо некрупного, любой контроль – это безусловно стресс, плюс государство, оно всегда, скажем так, имеет карту в рукаве, оно всегда право, и, соответственно, ты как гражданин, как предприниматель, как владелец того или иного бизнеса вынужден будешь оправдываться. Причем, скорее всего, прибегая к услугам адвоката, прибегая к услугам коммерчалиста, соответственно, это бухгалтер, то есть в любом случае ты понесешь доход, понесешь потери в своем доходе, потому что это влияет на производство. В любом случае ты понесешь какие-то потери, потому что у тебя будут затраты на всех этих людей, профессионалов, которые должны будут отстоять твою позицию, должны будут тебя защищать. Соответственно, все стараются прямо-таки жить, что называется, тише воды ниже травы. Мне это очень здесь понятно, потому что, действительно, налоговики стучатся к тебе в дверь, даже когда, в общем-то, у тебя все в порядке. И, как считается, здесь всегда можно что-то найти, прежде всего, потому что это государство, которое что-то ищет. Ну и, опять же, оправдываться должен гражданин, оправдываться должен через суд. И зачастую государство признает свою неправоту в силу тех или иных судебных решений, но человеку, который пострадал от таких преследований, именно пострадал. Ему даже возмещается какой-то моральный ущерб, ему возмещается, опять же, моральный ущерб возмещается только в уголовных делах, это нужно тоже понимать. Ну что ж, зазвонил телефон, и мысль моя, конечно же, улетела, догнать ее невозможно. Говорила я о том, что, в общем-то, все предпочитают не сталкиваться с налоговыми контролями, уж тем более не сталкиваются с каким-то налоговым разбирательством через суд и так далее, и так далее. Все это очень травматично. И повторюсь, среднестатистический гражданин, который не зарабатывает огромных денег, от таких контролей, от таких разбирательств совершенно не застрахован. Отвечаю все-таки на вопрос, итальянцы бедные, либо итальянцы богатая нация, сколько они зарабатывают в среднем, могу сказать, что посчитать это крайне-крайне сложно. Даже если я назову вам среднестатистическую зарплату, которая имеет домохозяйка моего возраста, работая партайм, это тысячу евро примерно, это в лучшем случае. При достаточно неудобном графике, при графике, когда, в общем-то, больничный тебе не положен, такая договоренность существует. Опять же, законодательство всегда совершенно четко стоит на правах, точнее, на стороне женщины, тем более женщины с детьми. Но существуют определенные негласные договоренности. Я всегда говорю, что мне, например, в моем возрасте с тремя детьми, при том, что у меня высшее образование за спиной, при том, что я знаю несколько языков, найти работу лучше, чем продавщица, причем продавщица, опять же, найти работу только на дневное время, когда бы я могла, отвозя детей в сад, быть свободной и работать, а потом быть с ними, потому что, ну, по-другому никак. Мне, например, найти просто невозможно. Даже в лучшем бутике в Падуе, даже в лучшем бутике в Венеции, скорее всего, мне предложили бы прежде всего такой график, на который бы я просто не могла согласиться. Поэтому, говоря о среднестатистической зарплате, все достаточно относительно так же и потому, что здесь очень высокие расходы на горячую воду, на отопление, на газ и так далее, и так далее. Поэтому, говоря о зарплате, большая она, либо небольшая, важно понимать, сколько остается в кармане у человека, который те или иные деньги, то или иное количество денег заработал. И вот здесь также важно понимать, и нашему русскому уму это понять практически невозможно. Я до сих пор нахожусь в некотором замешательстве, я до сих пор, например, совершенно не представляю себе, как рассчитывать свой доход, если он у меня будет вот таким, как его декларировать и что тогда произойдет. Просто потому, что здесь очень сложная система налогообложения. Твой личный доход будет облагаться налогом, например, в зависимости от того, если у тебя есть дети, как ты декларируешь процентное соотношение содержания своих же собственных детей вместе с супругом, либо вместе с гражданским мужем. Это значит, что если мы содержим наших детей в соотношении 50 на 50, из моей зарплаты, так же, как из его зарплаты, будет вычитаться определенная сумма, то есть налогооблагаемая база будет определенной, и налоги заплатим мы определенные. Опять же, налог зависит всегда от дохода. Чем выше доход, тем больше налог, который ты платишь государству, которое позволило, именно так себя позиционирует итальянское государство, которое позволило тебе эти деньги заработать на своей территории. Соответственно, если я декларирую, что дети 100% на моем содержании, а муж, соответственно, моих детей не содержит, такое тоже может быть, такое тоже возможно, соответственно, он заплатит большие налоги, потому что, возможно, у него зарплата меньше, и, соответственно, он заплатит меньше, отдаст меньше государству, если смотреть на бюджет нашей семьи. Я практически ничего не заплачу, потому что все дети на моем содержании, но, опять же, налоговая может постучаться ко мне и сказать, вы знаете, вот вы заплатили за школу, вы заплатили за сад, а заработали вы вот столько. Соответственно, вот что-то не сходится, кто-то еще ваших детей содержит, кто же тогда, за что вы получаете эти налоговые вычеты, если вы говорите о том, что вы 100% их содержите, но вы не можете содержать их, потому что вот вы превысили, скажем так, ваш лимит. На самом деле в Италии, повторюсь, очень сложная система налогообложения, прежде всего частных лиц и дохода, очень сложная система контролей, которые, к счастью, для итальянского государства работают, и к большому разочарованию самых обычных итальянских граждан действительно работают, действительно функционируют. Поэтому совершенно точно можно сказать, что итальянцы очень внимательно относятся к деньгам, очень внимательно относятся к заработку, которым им удается совершать. И совершенно точно, даже в богатых семьях, в очень обеспеченных семьях, детям, скорее всего, прививается некая скромность в том, как они должны выглядеть, как они должны себя вести, чем наоборот. Феномен золотой молодежи, с которой мы наверняка сталкиваемся до сих пор на территории России, я давно не была в России, и который наверняка имеет место быть практически повсеместно здесь и сейчас в России, в Италии практически не существует. Безусловно, есть исключения, но, как правило, это исключения, опять же, не среди итальянских детей, не среди выходцев прямо-таки из итальянских детей. Как правило, эти исключения происходят в семье, допустим, футболистов, причем не очень, не серии А, а серии Би. У нас в Падую есть клуб знаменитый по-давански, клуб Падую, Кальчо Падую, который играет в серии Би. В этой команде очень много, скажем так, темнокожих игроков, очень много игроков, например, из Бразилии, которых клуб может позволить себе купить, соответственно, они приезжают в Италию, по контракту здесь играют, и в этих семьях рождаются дети, зачастую это смешанные семьи, то есть мама итальянка и, соответственно, папа футболист, либо это прямо-таки семьи, которые приезжают изначально из своей страны, и вот в этих семьях зачастую можно увидеть, скажем так, отношения к детям, которые зачастую можно наблюдать у нас в России, и, скажем так, если говорить вот прямо-таки о золотой молодежи, которая вырастает в таких семьях, то, скорее всего, это выходцы вот прямо-таки из таких семей. Думаю, нетрудно догадаться, что причины всего этого лежат, безусловно, на поверхности, и самая простая причина, так же, как и в России, зачастую имеет место быть, это просто то, что сами родители выросли в очень неблагополучной стране, в очень социально незащищенной среде, там, где зарплаты очень низкие, где повсеместно, но если уж не бедствие и нищета, то ограничены очень сильно экономические ресурсы людей, которые в этой стране живут. Что ж, в очередной раз не могу не поблагодарить всех зрителей, которые поучаствовали в такой дискуссии, которая натолкнула меня на запись этого видео, позволила мне показать такую привычную вещь, как самая обычная спортивная обувь на ногах у детей, на ногах у подростков, с такой, как мне кажется, неожиданной стороны. Стороны. С такой, как мне кажется, неожиданной стороны. Я на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.